Всем привет, с вами Сырина, и сегодня я снимаю видео, которое называется Love is my ocean, любовь и там мой океан. Это, наверное, будет следующее видео, вы уже видели одно такое, насколько я знаю, моей подружке оно понравилось, оно ей нравится, она говорит, жду, что еще одно видео выйдет, ну, по крайней мере, я так поняла, что у тебя оно понравилось. И хочу снять для вас, конечно же, еще одно видео. Я подобрала для вас цитатки, и хочу вам их прокомментировать, прочитать, и вот, как я вот насчет них, что думаю. Первый написал Гафис, это взятый из моей книжки по световой литературе, и думаю, вам она понравится, ну, в общем, начинаем. Така уже дорога, коханя, никто и кинься насягне, беда ты всю душу повынен той, повынен кто стык, но не иступны. Если вы поняли, то Гафис это был очень талантливый писатель, мне безумно нравятся его произведения, они очень наполнены смыслом, наполнены каким-то вот пониманием того, что он пишет, но в основном, я так поняла, он пишет про сравнивать любовь с каким-то там, то с розой, то с соловьем, то еще что-то, вот подбирать какие-то такие, не в прямом контексте, а вот с такими вот какими-то заворотами, так, но это достаточно интересно, и мне было интересно читать его произведения, знаете, некоторые пишут про войну, потому что каждый писатель пишет про ту тему, которая актуальна в его время, и Гафис, наверное, не был одним из тех, он писал про любовь и про все такое, и действительно его произведения очень интересные, и их хочется читать дальше. Мы иногда не верим сами себе, своим словам, мы не верим тому, мы верим лишь тому, что мы чувствуем. Ну, вы, соответственно, уже, наверное, поняли, про что это все. Когда мы, нам что-то говорят, знаете, вот мне была такая ситуация тоже, мне много чего рассказывают, мне такое вот, подружки мне что-то рассказывают, говорят, я пока вот сама это не увижу, не убежусь в этом, я в основном никогда, ну, как бы верю, да, но поверю точно, вот убежусь в этом лишь тогда, когда вижу все сама на свои глаза, прочувствую это все, и так же, и, знаете, вам могут рассказывать много чего про разных людей, про абсолютно разные вещи, но пока вы сами не убедитесь, не нужно никого слушать, абсолютно никого, кто бы это ни был, вы должны добирать лишь сами себе и тому, что сами видите. Вот мое понимание таково, возможно, у вас другое, но я, по крайней мере, так всегда у меня вот такая вот тактика. Следующая цитата у нас будет такая, ждать, это самая трудная, Павла Коэли. На самом деле, думаю, тут нечего объяснять, конечно, ждать можно в разных пониманиях, можно в прямом, конечно, смысле, а можно нет, можно в переносном, ну, лично для меня, да, вот, знаете, запланировали какую-нибудь, не знаю, встречу, да, и она будет через месяц, и это ждание, ожидание того, что там будет. Я просто, когда мне что-то говорят, я начинаю это все представлять себе. Потом жду, 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 для меня это так долго, ну, это же ужасно, как долго, но когда это все случается, это происходит очень быстро, это происходит как в один миг, вот, на щелчок, вот так прям, и все. И так же ждать, это действительно самое-самое трудное, ну, я так, по крайней мере, понимаю. Цени того, кто по тебе скучает, забудь того, кто счастлив без тебя. Ну, думаю, тоже, это очень действительно понятно, мы очень часто гонимся за, я даже не знаю, зачем мы гонимся, за теми, кто действительно нас иногда вообще не ценит. Вот, для меня это очень действительно жестоко, но по отношению ко мне это очень, я, к примеру, действительно сталкивалась с разными ситуациями в своей жизни, с друзьями, у меня очень много друзей поменялось, с многими я уже, ну, как, возможно, привет им скажу, да, привет, как дела, в что-то нового, но больше я с ними не общаюсь, это действительно люди, которые забыли про меня, забыли, кто я есть, так же, и я не люблю, ну, мне абсолютно не симпатичны такие люди, я не люблю таких людей, и вам не советую общаться с такими людьми, которые забывают вас. Цените и любите лишь того, кто любит и скучает лишь по вам, и думает о вас, хоть не постоянно, не каждую минуту, но хотя бы иногда вспоминает, и видит и познает признаки вам внимания. Вот, ценить таких людей, и таких людей действительно очень мало. И такая английская цитатка, которая мне безумно понравилась, я не знаю, я прочитала в какой-то из английских групп, нет, было-то, наверное, изучение или цитаты на английском, или изучение английского, но у вас, в общем, цитата звучит так. Look at the sky, it's free. Смотрите на небо, это бесплатно. Если в нашем мире очень много, все можно купить за деньги, но знаете, люди, что самое ценное, самое лучшее дается нам бесплатно. И это как любовь, чувство понимания, друзья, вера, надежда, этого не купить никогда, никогда не купить за деньги. Так что вы это должны ценить и беречь. И смотрите на небо, потому что это бесплатно, это очень образно сказано, это, наверное, больше, это, наверное, такое, как о... Ну, не то, чтобы, как бы, что смотрите на небо, это небо как, в общем, то, все, что дается нам, то, что самое лучшее бесплатно, это бесплатно, как бы, конечно. И я так понимаю, что все самое лучшее, все самое дорогое, все самое ценное дается нам бесплатно, и мы должны им брать и пользоваться по возможности. Никогда не обесценивать ничего, потому что вы знаете, что за деньги никогда ничего не купишь того, что тебе действительно нужно в жизни. Следующая цитата у нас будет такова. У каждого человека есть свой океан души, ну это про душу, который мало кто сможет пересечь. Действительно, вы знаете, вот я постоянно, я даже рисую, вот у меня было задание в Brexit Journal, рисуй свой, ну опиши свой как бы внутренний монолог, да. Действительно, это было для меня так, как-то я думала, ну это такое задание такое, ну не то, что там что-то порвать, что-то такое, а действительно такое задание, над которым нужно подумать. Я вам об этом расскажу, конечно же, подробнее в другом видео, но чуть-чуть хочу рассказать сейчас. Я вот эту страничку хочу нарисовать, именно тот океан. Вот я нарисовала водичку там такого цвета, и в ней там закованы слова, которые для меня, ну что-то значит, что-то описывают меня. И там рисунки я хочу еще не доделать на эту страничку, потому что вот я начинаю делать, потому что меня что-то перебивает, я ни то не делаю. И как бы надо доделать, все доделать, все, что я начала, чтобы вам уже снять новые видео. И вот про океан, да, почему я уже не одноразовую, вы даже в названии можете посмотреть, что я сравниваю с океаном, да, чувствую, но в данный момент я сравниваю человека и океана. Вот смотрите, океан это взято, конечно же, очень образно, взято очень-очень, посмотрите, у каждого человека есть что-то внутри, да, вот мы снаружи такие там веселые, крутые ребята там, да, а на самом деле ранимые там такие очень нежные и очень такие трогательные. И мало кто людей, кто узнал вас такими, какие вы есть, и пересекли ваш вот такой вот океанчик, который живет в вас. И вот я вот это, которое я сама вот хотела вам донести, я хочу вам сказать, ребята, вы даже не перед всеми раскроетесь, и не каждый сможет узнать вас, вот тот постичь, пересечь тот ваш океанчик. Но вы должны помнить, что такие люди все-таки в вашей жизни есть, и кому-то вы полностью раскрылись, и кто-то сумел все-таки достучаться до вас. И для меня это неимоверно очень важно, что есть такие люди, которыми я действительно смогла открыться. И думаю, в вашей жизни тоже такое было. Следующая цитата, она будет похожая, ну, это и мои цитаты, которые я сама как-то вот придумала и чьи-то. Так что, некоторым посмотришь в глаза и утонешь лишь от взгляда. Естественно, есть люди, у которых просто неимоверные глаза, у них они, во-первых, цвет глаз, это просто... Ой, ну какая разница действительно, какой цвет глаз у человека, главное, чтобы они... Самый прекрасный цвет глаз, это только те глаза, которые смотрят на тебя с каким-то чувством. С любовью, или вы на них смотрите с каким-то чувством. Для меня это огромное-огромное значение. Какая разница, карие они, или колобые, или зеленые. Правильно, главное лишь то, что человек чувствует. И когда смотришь, глаза сразу видишь, можно сразу увидеть, как человек к вам относится. Не уволит ли он взгляд, не смотрит ли он прямо в глаза, не упирается глазами в пол. И многое можно узнать. Ну, от взгляда действительно можно узнать, когда человек смотрит на вас. И вы просто... Боже мой, какие глаза... То вы сами бы меня, наверное, поняли. Мы никогда не поверим даже в правду, пока сами не увидим или не услышим. Ну, это такое, наверное, более то, что я уже говорила. Это, наверное, тоже... Вам говорят правду о том, что действительно факт, который действительно был. Но я сама такой человек, который действительно пока я не увижу. Я уже вам это говорила. Мне нужно само это все видеть и услышать. И это пусть это даже будет самая правдивая правда в жизни. Но правду надо видеть лишь в том, что мы сами видим. Мы верим только в то, что хотим в это верить. И, возможно, мы даже в правду не поверим. Поэтому это зависит от каждого из нас, от нашего эмоционального состояния и от всего того, что мы переживаем. Ребята, я хочу вам сказать, что чтобы вы были искренними со всеми теми, кто искренен с вами, любите тех, кто любит вас. И любите всех-всех-всех. И носитесь ко всем так же, как они относятся к вам. И поверьте, ничто никогда не бывает безнаказанным. Все вернется к вам бумерангом. И если что, вы отойдите, то обязательно вернется к вам. Не расстраивайтесь никогда, верьте в самое лучшее. Ждите, верьте в чудо, потому что чудесам необходимо, чтобы в них верили. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте поддерживать меня пальчиком вверх, подписываться на мой канал, писать мне комментарии. И на этом все. С вами была Свитон. Пока.